Люди придумали машину Люди придумали ее Люди создали БМВ Люди создали БМВ 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 Юлия Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, думаю, за такой начало ролика, думаю, можно поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал. Я для вас постарался передать, знаете, такую атмосферу этой песни. Песня довольно-таки необычная, но я надеюсь, что вам это понравилось. Да, пацаны, как вы поняли, я себе приобрел вот такую вот BMW M5 E34. И обошлась мне она в очень круленькую сумму. В какую именно, я вам чуть позже расскажу. Данный автомобиль нельзя купить ни в автосалоне, ни в контейнерах, ни в рулетке. То есть, ее нету нигде. Данный автомобиль разыгрывали на день рождения проекта Amazon Freeplay. То есть, данный автомобиль разыгрывали на 6 лет, когда было проекту, и на 7 лет, когда было проекту. То есть, тоже недавно проходил конкурс, в котором разыгрывали вот такой вот замечательный автомобиль. Я не уверен, сколько их на втором сервачке, но на втором их до 10 штук. То есть, на каждом серваке есть данный автомобиль, я думаю, плюс-минус. То есть, это, на самом деле, очень редкая тачка, такая культовая, интересная, которую очень сложно достать. Машины в стоке, вот такие вот тачки, просто, просто без аудиосистемы. Они стоят 50 миллионов, даже может быть дороже. Эту тачку нигде нельзя достать, понимаете, все как бы ее хотят. Она прикольная. Да, она, конечно, не особо быстрая, я вам это тоже покажу. Но сам факт, что это такая редкая, понимаете, эмочка, эмпятая просто, легенда 90-х. Так сказать, таких уже не делают, пацаны. И именно за этого такой большой спрос, такая большая цена. На всем проекте Амазин Хори Плей, мне кажется, их до 30 штук. То есть, их реально немного. И найти такой вариант, пацаны, это реально должно повезти. Как вы помните, недавно у меня охватил видос. Там, где я обозревал аккаунт своего друга, донатера Америкоса. И там была у него вот такая вот машина. Тоже BMW M5 E34. И я сказал, что я себе очень бы хотел приобрести такой автомобиль. И после этого ролика, когда я на ней покатался, Когда я на ней нагляделся, так сказать, очень сильно захотел просто себе приобрести данный автомобиль. И в этот же день, когда я снимал видео про аккаунт Америкоса, Вечером я уже приобрел себе этот автомобиль. Как это было, вы сейчас, в принципе, видите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А братанчик, если ты хочешь просто классно начать играть на проекте Мазин Холиплей На любом серваке, то, конечно же, вводи самый просто лучший промокод, который есть в данном проекте. Просто вводи промокод полканов, и ты получишь этот промокод 450 тысяч. Тебе всего лишь нужно зайти на любой промокод, ввести мой промокод, вкачать уровень, и ты получаешь бабки. И из-за этих денег ты сможешь себе уже сразу купить сосную приорочку, и просто наводить суету. Поэтому не тупи, братанчик, вводи промокод, и всё будет красиво. Тот человек, который просто взял свой BMW M5 E60, заплату я поменял на BMW старее. То есть у меня была реально пиздатая BMW M5 E60, третий чип, аудио, нитро. Были пиздатые номера, и я всё-таки решил, что мне хочется реально купить себе M5 E34, чего бы это ни стоило. На тот момент у меня было около 90 миллионов, и я искал стоковую машину, потому что я понимал, что на такую тачку, фуловую, мне денег как бы не хватит. И вот получается вечер, я захожу в свободную группу, чтобы так просто посмотреть, что вообще продаётся. И по итогу я просто вижу объявление, что продаётся вот эта вот машина. BMW M5 E34. Я ему написал, сколько он хочет, он сказал 230 миллионов. Но денег у меня таких как бы не было. У меня было там 90 миллионов, у меня было там Ешка, Газон и M5 E60. Так получилось, что я свою M5 E60 поменял на вот эту BMW M5 E34 со своей доплатой 65 миллионов. И по итогу потом я эти номера выкупил обратно. Ну это очень классные номера, они как бы и на E60 смотрели хорошо. И на этой тачке тоже смотрятся очень хорошо. И по итогу я решил их выкупить обратно за 40 миллионов. По итогу мне этот автомобиль обошёлся примерно в 250 миллионов рублей. Это просто самая дорогая покупка, которая была на втором сервачке. На сервачке Елу. То есть дороже я ничего в принципе не покупал. Возможно вы же скажете то, что я долбоёб, то что вот ты потратил просто 250 миллионов на какую-то машину. Ты мог там купить бизнес, либо ну не знаю, что можно ещё купить, кроме бизнеса если честно. Потому что всё остальное в принципе у меня есть. Как бы E60 мне очень сильно нравится, это остаётся моим самым любимым кузовом. Я очень любил эту машину, она у меня была 2 месяца. Но я так подумал, что E60 я могу купить по сути в любой момент. Как бы они есть в продаже, и эту машину можно даже пойти просто купить в автосалон. А вот такую вот уникальную тачку, как и BMW E34, найти очень сложно. Тем более у меня её никогда не было. То есть я реально хотел попробовать, что вообще это такое. Узнать эту машину и попробовать, чтобы она была именно моей, понимаете. Ну что ж, дамы и господа, я вам рассказал всю историю, как я решил купить этот автомобиль. Рассказал, что и как и зачем. И теперь давайте перейдём вообще к самому автомобилю. Я вам покажу, что он из себя представляет. И покажу, как он едет, рулится, управляется там и так далее. Итак, по тюнингу, пацаны, здесь есть получается третий чип. Небольшое занижение. Сигнализация, антирадар, аудиосистема и нитро. То есть всё самое основное здесь в принципе есть. Количество владельцев, пацаны, 11. То есть эта машина реально особо по рукам не ходила. То есть у меня 11 владельцев, у Америкоса, по-моему, 12 владельцев. А здесь есть, пацаны, ещё скрытый такой тюнинг, но я его, пацаны, не включаю. Я им не пользуюсь, потому что он это пиздец, пацаны. Блять, зачем просто, зачем сюда это было ставить? Я не понимаю просто. Здесь стоит неон радуга, понимаете? Зачем просто на такую машину ставить неон, понимаете? Не знаю, возможно, кому-то нравится, но, блять, ну это пиздец, реально. Ладно, там у меня на Ешке был неон радуга, но там более-менее это смотрится. А здесь, ну... Да, конечно, у Америкоса нету неона, но, блять, лучше бы мне тоже его не было, чем радуга, потому что я его не включаю, пацаны. Эта тачка такая, знаете, дрифтовая. Она по управлению очень, кстати, похожа на BMW M5 E60. То есть она тоже такая, бачком вали, знаете, но Е60 какая-то, знаете, более управляемая. А вот Е34, она посложнее как-то, ну... Ее сложно удержать, конечно, это дело привычки, но, как по мне, Е60 рулится попроще. Е34, с ней как-то потяжелее бороться. Давайте я вам покажу максимальную скорость, в принципе, этого автомобиля. Соролю то, что максималка небольшая, но этой максималки ей хватает реально с головой. На первом чипе, конечно, я не ездил, но с третьим чипом она едет 256. То есть я считаю то, что этой скорости ей реально хватает с головой. Без третьего чипа она будет ехать где-то 220. Да, это, пацаны, Бэха, Е34, легенда 90-х. И она реально ебет именно внешкой. По скорости тоже у нее, в принципе, все хорошо. Как бы по прямой она тоже неплохо едет и едет боком. То есть, в принципе, все, что нужно, пацаны, она как бы делает. То есть я видосов на эту машину, в принципе, никогда не видел. То есть никто не записывал обзоры вообще, что это за машина, как она едет и так далее. И я решил такой, знаете, масштабный обзор вам заснять. Да и в целом показать, что это за машина. Как бы двигатель здесь хорошо так проработан. Эмпауэр, пацаны, все дела. То есть этот капот, блядь, как он охуенно смотрится, да, пацаны? Вот этот капот, когда он вперед так открывается, блядь, просто пушка. Вот эти ноздри, вот эти фары. Вот внешка реально у него просто самая охуенная. Как бы да, ей Е60 больше нравится, но Е60 для меня просто идол, знаете. Любимая просто машина, самая красивая в мире. Но эта тачка, пацаны, тоже ей не уступает, реально. Она очень тоже красивая. То есть все хорошо проработано. Давайте, может быть, вам еще салон покажу, может вам будет интересно. То есть салон, как бы да, тоже, как бы проработан более-менее. Как бы у нас руль здесь. Как бы все, в принципе, здесь есть. То есть тачка более-менее, в принципе, проработана, как бы. Я бы не сказал, что она такая-то убогая, либо еще что-то. Начок М на руле. То есть тачка реально, в принципе, неплохая. Сама моделька и сама проработка автомобиля очень, в принципе, хорошая. Но тачка, блядь, ну я не знаю, я кайфую просто, пацаны. Я реально кайфую. То есть я в ней не нашел ни одного косяка просто. Вообще, ни одного косяка. Вот здесь ничего нет такого, что меня раздражает, понимаете? Ну, она просто идеальная для меня. Как и Е60, как бы, ну, она реально охуенная. То есть мне она очень сильно нравится. И продавать в ближайшее время я ее не собираюсь. И надеюсь, она будет оставаться такой же уникальной. Надеюсь, что я ее не буду добавлять там в автосалон, в рулетку, там еще куда-то. Я надеюсь, что эта тачка будет только попадаться на розырыше. Ну что ж, дамы и господа, я думал, это можно заканчивать. Я вам полностью рассказал всю историю покупки этого автомобиля. Весь его смысл и уникальность. Я надеюсь, что вам реально понравилось видео. Потому что я очень сильно старался вам подробно все объяснить, показать. И показать вам очень красивые кадры, которые вы видели в начале ролика. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду прям очень сильно благодарен. Покажите здесь максимальную активность. Потому что я реально очень сильно старался. Также не забывайте вводить мой промокод. Всех жду на втором сервачке. Я вам могу принять в компанию, в семью. Помогу, чем смогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем пока-пока.